Второй из лучших в мире адвокатов. Опять. А вот тут ошибочка. Второй из лучших в мире. Ведь Сол Гудман отработает на все деньги. Наконец-то! Наконец-то я досмотрел пятый сезон «Лучше заманите Солу», что называется оптом. И вот что мне не ясно. Понятно, за что называют этот сезон лучшим все критики на перебой. Понятно, что здесь есть все эти фокусы со статичной камерой и игрой с желтым цветом. Понятно, что Гудман в начале, казалось, полностью уже превратился в Солу времен во все тяжкие. Но это оказалось обманкой под финал. Ты сказал, это пройдет. Так и сколько должно пройти времени? Не верится, что на нашей планете больше миллиарда людей, а единственный, с кем я могу такое обсудить, это ты. Сол все еще не может убить в себе человека. И авторы намеренно на его фоне таким образом выставляют Ким, которая вдруг под конец сезона вдруг ни с того ни с сего решила погубить в конец карьеру несчастного Говарда, который за весь сезон, по-моему, никак ничем не отличился. Но речь всего лишь про карьерный регресс. Ты же прикалываешься? Все, что было в этом сезоне до седьмой серии, автоматом почему-то потом кажется филером и забывается, потому что наконец-то Сол встретил харизматичного Лала и он забирает все внимание на себя. Все мотания Ким с несчастным упертым дедушкой и его домом за несколько серий дико достали, хотя многие скажут, что это и есть свой язык Уинса Гиллигана, превращать на пустом месте истории неизвестных героев в основу проекта. Но здесь это кажется уже лютым самоповтором, особенно вспоминая все прошлые приключения Джимми с домом престарелых. Кстати, тогда это было действительно важно, потому что я переживал за Джимми и его попытки доказать самому себе и остальным, включая его брата, что он отличный адвокат. Но в пятом сезоне я, как ни пытался Гиллиган, но никак не смог посочувствовать деду, у которого почти отняли в кавычках землю. Землю лишь не отняли, во благо сценарной оправданности показа тупой упертости характера самой Ким, возможно еще более бескомпромиссной, чем сам Джимми. Нет ни одной причины на свете, боже, ему сугублять ситуацию. Оно того не стоит. Но если в первых сезонах стариков действительно обманывали мошенники и ты за них переживал, то в этом сезоне упертому деду давали гораздо более улучшенную альтернативу, чем его родовой домишко. И поэтому лично мне не получается верить конкретно здесь авторам. Ким не нужны большие деньги. Она отбито стремится помогать всем обездоленным за копейки государственной защиты. Сняла бы самый маленький убитый офис поближе к суду и вела бы бесплатные дела. И поэтому в финале она делает самый ожидаемый ход от своего персонажа за сезон. Она бросает богатую контору и уходит на госхлеба, зато верная своим идеалам. Но затем Гиллиган не был бы Гиллиганом, если бы снова не повернул все с ног на голову. И уже Ким он сделал более суровой, чем Соло. Теперь можно ожидать дикость от Ким в начале шестого сезона, когда Джимми окончательно в ней разочаруется и может разведется. Ведь мы же знаем, что во всех тяжких Ким никогда не было. Да и Сол, удирая от своей старой жизни, был все это время один. Еще момент, вечно повторяющийся в Соле. Постоянная игра на том, какой Сол несчастный и бедный. Но потом он мастерски что-то снимает или строит из дерьма и палок, находит какую-то добровольцем, соглашающийся на камеру говорить всякий несусветный бред. И пшик! И уже самая богатая юридическая контора Ким дает заднюю. Соглашается отказаться от любых претензий на землю, лишь бы все выдуманное Джимми не оказалось в прессе. Я не знаю, как там на самом деле идут дела в США с юриспруденцией, но что-то мне как-то сомнительно верится, что любой человек с улицы вдруг согласится нести всякий несусветный бред на камеру, при этом беря абсолютно то на себя, что он никогда не говорил и не делал. И плюс к этому мне мало верится, что и богатая какая-то юридическая компания вдруг согласится поверить в этот бред, вдруг поддавшись какому-то шантажу. По-моему, это уже как-то ну уж слишком наивно, даже для вселенной Соло Гудмана и во всех тяжких, где через стену могут размагничиваться какие-то компьютерные диски. И самая, наверное, главная претензия к этим сторонним почти пустым кейсам «Лучше звоните Солу» они отвлекают зрителя от действительно главных линий этого шоу, вечно холодной и лишь иногда горячей войны наркокартелей Альбукерке. И здесь лично для меня начинаются одни плюсы сезона. Во-первых, это Майк. Авторы правильно делают здесь снова упор на него в первых сериях, показывая, что Майк начинает сам себя сжирать. Оставь свой чертов аванс себе. Он не может никак просить себя за потерю сына, и это отсутствие покоя начинает сказываться на близких Майка, включая его невестку и даже любимую внучку. Все выходит так, что Майк буквально от нечего делать, и отсутствие цели дальнейшей жизни, все же соглашается участвовать в войне Гуса с мексиканскими картелями. Я считаю, что вы понимаете. Что я понимаю? Слово «месть». Уже в будущей, по мнению многих лучшей серии этого сезона номер 8, он объясняет свою, да более понятную мотивацию, работать на преступников. Но я делаю то, что делаю, чтобы они могли жить лучше. Буду я жить или сдохну? Лично мне, по большому счету, без разницы. Что-то очень похожее на то, что делал Уолтер, не находите? Второй плюс сезона, что авторы так же, как и Майка, окончательно связывают Джимми с делами картеля, при помощи все того же старого знакомого Джимми из еще первого сезона «Варга». Как говорит Дон Эладио, ему же здесь. Если ты не хочешь все время оглядываться через плечо, значит, ты не в том бизнесе, дружище. Это понимает и Джим, и поэтому вся его окрыленность первыми сериями криминального адвоката сменяется на постоянные сомнения необходимости идти этим путем. Первый раз его накрывает из-за обещанных 100 тысяч долларов за перевозку денег, но затем он все более и более глубже стал уходить в себя, и страх стал потихоньку его пожирать вокруг. Все очень хвалят восьмую серию за превозмогание жажды и блуждание без воды по пустыне. Это и вправду очень крутая серия этого шоу за все время. В ней, конечно же, многие увидели параллели с подобной из-за всех тяжких с Джейси Уолтером, но в то же самое время кое-что и очень сильно убивало кайф от переживаний за этих двух челов. Мы понятия не имели, чем закончится та неудачная варка Метта Уолтера и Джейси в фургоне 12 лет назад, а в случае с Джимми и Майком в финалах путешествия был заранее уже известен. Оба и Джимми и Майк будут живы в конце, потому что их ожидает длинная история умирающего учителя химии. Именно поэтому лично в моем пьедестале лучших серий сезона все же эпизод номер 9. «Если вы не доверяете свои деньги вашим людям, то у вас большие проблемы, чем доверие Солу Гудману». Судьба Ким Вексер, похоже, была и есть главной интрига этого шоу, помимо Начо и Лалу. Мне очень понравился финал девятой серии, этот неожиданный приход жуткого скользкого Лала в квартиру могилов и его беспристрастный допрос Джимми. Как же я ожидал всю эту серию момента, когда Ким в какой-то момент схватит первое, что есть под рукой и забьет этого бандюгана изо всех сил. Или же сам Лала мог как-то нечаянно взять да убить Ким и тем самым окончательно сломить Джима, полностью взяв его за жабры работать на него. Так или иначе, но я абсолютно не верил, что в этот момент Майк пристрелит Лала и снайперки. И в итоге мне все же понравился путь, что придумали авторы для решения этого кейса. Ким включила женское обаяние и смекалку адвоката и мастерски придумала причины дырки на машине. Думаете, пара колхозников с оружием не могли расстрелять старую машину, а потом столкнуть в яму и дело с концом? Кажется, именно в этой серии Ким впервые проявила не какое-то моральное беспокойство к нищете из-за детской травмы с матерью-алкоголичкой, а уже почти действие, предотвратив трагедию с близким человеком. Такая Ким мне близка, а не Ким зануда, то и дело рискующее нырнуть на глубину цучизма Скалер. Вообще, как раз в сравнении со Скалер в конце сезона Ким начала проявлять какие-то чудеса поддержки с Джимми. Если еще в прошлом сезоне, да и в половине этого, она то и дело искала поводы обвинить его в провалах, неверных решениях и методах добычи информации, то к седьмой серии она целиком и полностью превратилась действительно в опору своего партнера, а теперь еще и мужа, и это очень выгодно ее отличает от любых других героинь этой вселенной. Но в то же самое время, лично у меня и не покидает все время ощущение холодка от этих двоих. Небольшие фрагменты их совместного быта дают понимание, что и Ким, и Джимми до конца не уверены, что между ними что-то серьезное. Сначала они обговаривают все до деталей в своем супружестве, затем Джимми не хочет ее посвящать до конца в подробности своего путешествия в пустыне, потом эти маленькие фрагменты с крутой гостиницей. Ты перешел черту. И больше так не сделаешь? А затем утром уходит на работу, когда Джимми все еще беспокоится о ее безопасности. А еще в сезоне наконец-то представили откровенного нового интересного антагониста, того самого холодного Лала. Ну вот приехал тебе помочь, знаешь, чтобы бизнес не давал сбоев. У меня башка заточена под цифры. Зрачки глаз которого то и дело акцентировались в темноте оператором, возможно, демонстрируя его какую-то внутреннюю демоническую сущность. Лала знает, как пустить пыль в глаза любящему дорогие игрушки Дону Эладио, в отличие от скучных пачек денег, представивших другими бандитами. В то же самое время Лала умен. И он не без труда, но все же интересно выходит живым из заварушки в Мексике. Теперь вдвойне интереснее, что он будет делать с Варга, когда он его найдет. А он его найдет все равно. И в то же время авторы кинули, как бы между прочим, крючок на новый сезон, указав новых героев, о которых еще никак не говорилось ни здесь, ни во всех тяжких. Для начала у бандитов на мотоциклах. Эти банды очень разобщены. Мы можем натравить их друг на друга. Ждем историю с байкерами в следующем сезоне. В то же самое время, мне не очень ясна позиция Фринга. Гус имел кучу возможностей прикончить Лала. Например, по дороге до той же Мексики. Или когда Лала в первый раз приезжал до колодца. Но он решает выжить до последнего, пока Лала не приедет домой, где куча непричастных и устроить ночную бойню. Это вообще не очень в стиле Фринга. И здесь я вспоминаю его момент с Джесси, где он сказал, что никогда не тронет ребенка. В то же самое время, Гус дал понять, что не отпустит Начу никогда. Оппонента лучше контролировать, когда он ничего не знает. И скорее всего, в шестом сезоне его ждет незавидная судьба. Будь то от рук Лала или от Фринга. В целом, сезон и вправду очень хороший. Но намного ли он лучше, чем четыре остальных? Джимми все еще больше Джимми, чем Сол. Даже Ким порой больше Сол, чем сам Джимми. А вдруг, вдруг Говард сделает что-то ужасное? Кстати, спасибо большое создателям за ту самую сцену, где она защищает Джимми от Лала. Спасибо за наконец-то адекватного злодея, помимо Фринга. Хотя Фринг все равно на его фоне все еще номер один. И в то же время, авторы сделали очень крутой крючок в начале, когда раскрыли новое инкогнито Джимми в его забегаловке уже в будущем. Это ты. Я сразу тебя узнал. Сперва думал ошибся, но теперь, когда подошел... Что он решил сотворить с тем самым таксистом, который его узнал? Видимо, мы об этом узнаем только в следующем сезоне. Страшно только другое, что, возможно, у Инсель Елигана нет интересного понимания того, что же было после «Всех тяжких». Поэтому он с каждым сезоном Сола все меньше и меньше дает информации о том, что же случилось с Джинни в его забегаловке. Поэтому у него так слабо получился Эль Камино с Джейси и его дальнейшим путешествием. Что же будет о самом деле уже с Солом Будменом, я думаю, узнаем где-то примерно через год, а то может чуть больше. Ну а пока, спасибо, что смотрели. Делитесь роликом с друзьями и подписывайтесь на канал. И да пребудет с вами сила логики. Пока.